ну вот ребята начал моей поездки сейчас я аэропорту по уфимскому счет сейчас примерно через часика два у меня будет рейс на москву а с москвой уже на питер вот в общем но там всего в целом 6 у меня уйдет на поездку то есть там пересадка принципе будет недолгой вот в общем погода у нас хорошая не знаю как питере по сути все ехают тип там дожди вся хуйня в общем ладно сейчас заходим в донате в терминал купим пиаров где танки ну и все думаю зарегаемся и будем ждать нашего рейса летаю кстати с не получилось у меня зарегаться через терминал сейчас ставим очереди ну в принципе народ немного обождем и будем уже ждать самого рейса просто пиздец как это долго было передо мной стояла семья там билетов 6 что ли они оформляли в общем я сразу зарегистрировался и в москве и в питере сейчас мы искала 3 катаюсь поднимаемся на второй этаж там уже где будет безопасная зона сейчас кстати терминал данные теки ага он кстати да ну все очень-то на безопасная зона там air их не видно самолетик отсвечивает в общем осталось ждать части к 2 скорее всего ну и может поменьше даже может пораньше начнется тут я был в феврале последний раз уж был полет в общем как-то так в аэрфурт братишка чувству как оказывается 20 часа ждать придется самолета кафешки всякие сувенирчики у нас вообще короче в башкирии мед хороший тут в основном всякие медовки продают очень долго и нудительно ждать раньше как бы когда я участвовал в феврале было ну более попроще то есть ну не охуенная целка ну в смысле матрешка так сейчас время вот мой ну с собой кстати взял чтобы в случае чего записать влог память закончилась все туда скинул но в принципе я сейчас так и сделал потому что на айфоне на 8 гиговом просто нереально чтобы там записывать вот в общем то поэтому хочу как бы приобрести экшн камеру ну вот в общем то время сейчас 16.24 вот вылет у меня в 17.40 что ли да в 17.40 вот пересадка в москве час ну и примерно где-то часов я не знаю во сколько там буду уже в Питере у меня так косо смотрит у меня знаете у меня самый плотный ноутбук кто-то подумал что это макбук но нет ребята я не настолько мажор макбук он стоит примерно 1120 или 80 эти самые слабенькие это обычный днсовский ноут просто наклейки от айфона были дай-ка присобачивай логотип многие верят но вот еще бэпан вот это главная пацанская наклейка вот пойдем проем вот мы в общем то и приземлились в москву вот уши заложить пиздец очень сложно дается это как это называется посадка она где-то минут 30 идет постоянно меняется высота просто пиздец что с ушами идем на следующий самолет сейчас главная задача будет не проебать свой рейс потому что тут много куда можно пойти в москву кстати связь 4g не то что у нас опасно азиатский дрифт он и и и и и и и Привет всем, с вами сонный Саша Джиггернаут, 10 часов по местному времени, мы в Питере, район Пушкин называется, вот, только что проснулся, вот, сегодня пиздец, короче, хотел записать видео благодарности, ну, кто за меня голосовал, кто меня пиарил, мистер танки онлайн, вот, вот, сейчас вот, пока думаю текст, надо думать с местом, в Питере так-то много красивых мест, достопримечательностей, но на улице довольно дождливая погода, тусуюсь, я сейчас на съемной хате, то есть, все, кто смотрел покатушки, в прошлый раз, когда я был в Питере в феврале, я был в отеле Азенут, вот, там, ну, довольно-таки дешево было, сейчас же, так как пора туризма и, ну, просто, что гости, летом уже часто в Питер приезжают, в Азенуте одни сутки стоят 5 тысяч, то есть, независимо, какой там, люкс, не люкс, вообще, 5 тысяч, меньше вообще нету, а в тот раз я за четыре с лишним был, там, ну, три дня, грубо говоря, да, то есть, я за три дня, там, заплатил, как бы, намного меньше, чем сейчас за один, там, стоит, вот, но я решил, как бы, зачем эти лишние траты, да, можно реально снять посуточно хату, вот, ну, и, как бы, она, скольки, однокомнатная, ну, вообще, похуй, то есть, тут есть кровать большая, она длинная, причем, у меня ноги, там, оттуда не свисают, как это, у меня даже у себя это, я немного упираюсь, вот, а тут, в принципе, нормально, вид из окна, в общем-то, вид из окна, футбольчик мальчики походят на Качков, вчера, когда, кстати, заселялся, время было часов 9, ну, темно уже было в Питере, шел дождь, я только ничего не записывал, как топал, в общем, тут играли, этот стадион освещаемый, вот, я туда, как-нибудь, пофоткаться ночью схожу, вот, ну, как-то, вот, сейчас в группу заходишь, все там с мистером ТО поздравляют, спасибо, ребята, кто голосовали, ну, как бы, я тоже не сидел на месте, то есть, я тоже подсуетился, там, насчет пиара, там, у этого заказал, у того заказал, вот, и, как бы, это, в принципе, и сказалось, но, как бы, ваше участие там тоже было, спасибо, это не моя победа, это наше общее, как бы, мне помогало пол танков онлайн, вот так вот. Знаете, ребят, тот самый момент, только у ней немножечко с розовым оттенком, даже на глянце видно, а у нее чисто белые. Давайте посмотрим цену. Так, ну, ну, вот эти вроде похожи, потому что других точь-в-точь я, как бы, не видел, у очки, вот, как у Лепса, круглые. Так, ну, да, вот они, цена 9, 9, 9, 9, короче, 10 тысяч, 60 рублей, Карл, 60, Алиэкспресс, Карл, они что, вообще ходили, смотрите, тут разница в цвете ушек, и тут какой-то, ну, я не знаю, бренд, что ли, шильдик металлический, и все, и понимаете, и пиздец, из-за этого вы будете переплачивать чуть ли не 100%, или там, сколько, ну, дохуя очень процентов, поэтому, ребята, не стесняйтесь, закупайтесь на Алиэкспресс, вам впаривают ту же самую хуйню, только под другими шильдиками, вот, ну, как-то так.